Сегодня я хочу рассказать о растении, красоту которого сложно описать словами. К сожалению, видео также не в состоянии передать все великолепие его роскошных соцветий. Те, кто о нем пока мало что знает, знакомьтесь, это кальмия. Очаровательная гуся из Северной Америки. Кальмия относится к вечно зеленым, красиво цветущим кустарникам. Это растение завоевало любовь садоводов всего мира. В том числе и садоводов средней полосы. Хотя в наших садах кальмия пока еще редко встречается. Но те, кто видел это растение в цвету, мечтают приобрести его в свою садовую коллекцию. В период цветения куст выглядит как настоящее произведение искусства. Шапки его ярких соцветий похожи на шикарный букет из многочисленных красочных цветов. Природный ареал кальмии – это северная часть Америки вплоть до Аляски. По данным USDA, этот не сбрасывающий на зиму листья кустарник по зимостойкости относится к климатическим зонам с четвертой по девятую. Хотя у нас про кальмию пока мало кто знает. Но в последние годы ее самые разные сорта стали часто продавать питомники, растения и садовые интернет-магазины. Этот древесный кустарник относится к семейству вересковые. Данное растение предпочитает легкую полутень, рыхлый и умеренно влажный грунт, приближенный к более кислой реакции – 4,5-5,5 pH. На щелочных и звездковых почвах эта культура расти не станет. Но несмотря на некоторые особенности выращивания, кальмия с каждым годом становится все более популярной. Ведь таких необыкновенных цветов, как у нее, надо еще поискать. Этот кустарник – настоящее украшение сада. Он красиво смотрится как сам по себе, так и в групповых посадках. Особенно хороша кальмия в садах восточного стиля. Вид ее красочных цветов в сочетании с еще не раскрытыми бутонами и глянцевой листвой делает этот кустарник невероятно живописным и уникальным. Для соседства с кальмией отлично подойдут японские клены, эрики и верески, пиерис японский, радодендроны и листопадные азалии. Кальмия украсит не только открытые, но и тенистые участки. Однако при высадке на солнце ее придется своевременно поливать. Выбирая саженец, подберите наиболее декоративные виды, например, кальмию узколистную и широколистную. Последнюю часто называют горным лавром, так как ее глянцевые удлиненные листья очень схожи с растением лавр. Кусты имеют густую и раскидистую крону, достигающую во взрослом возрасте двухметровой высоты. В южных регионах кальмия может разрастаться до размеров небольшого деревца. Благодаря красивой блестящей листве и плодам, которые сохраняются до самой зимы, это вечно зеленое растение выглядит эффектно долгие месяцы. Если вы захотите пополнить свою коллекцию из редких красиво цветущих растений, обратите внимание на кальмию широколистную. Этот вид отличается более крупными размерами листвы и цветов. Зацветает он с конца весны и не перестает раскрывать свои многочисленные бутоны до середины лета. Сроки цветения, а также размеры куста и окраска соцветий могут отличаться в зависимости от сорта. Цветки довольно крупные, до 3-4 см в диаметре. А если учесть, что их на каждом побеге может насчитываться до 200 штук, то подобную красоту даже сложно представить. Порой из-за обилия цветов не видно листвы, весь куст напоминает сплошное цветочное облако. Цветки кальмии по виду похожи на яркие звезды. Они имеют получешевидную форму и пеструю окраску, которая бывает белой, розовой, красной и самых разных бордово-коричневых оттенков. Каждый цветок словно произведение искусства в миниатюре, со своим уникальным рисунком, тонким венчиком и тычинками. Уникальные тычинки кальмии несравнимы ни с какими другими растениями. Они плотно прилегают к основанию лепестков, как бы разделяя цветок на секторы. Но стоит к ним прикоснуться насекомым, как они резко выпрямляются, выбрасывая свою пыльцу. Этот кустарник эффектно выглядит даже до раскрытия соцветий. Весной крона покрывается множеством необычных на вид бутонов, похожих на миниатюрные звездочки. Кусты словно покрыты звездной россыпью. У какого еще растения можно встретить подобную красоту? Интересно, что цветок кальмии широколистной является одним из символов штата Коннектикут, который расположен в северо-восточной части США. Стоит отметить, что такое красивейшее растение на удивление сложным в уходе не назовешь. Но кальмия имеет свои особенности. По агротехнике она очень схожа с азалиями и рододендронами. Их вечно зеленые листья зимой и ранней весной лучше уберегать от прямых лучей солнца. Кусты плохо переносят кардинальную обрезку, долго наращивая свою густую крону. Поэтому стричь эти растения рекомендуется не чаще, чем один раз в несколько лет. Для кальмии также важно мульчирование приствольного круга и внесение подкисляющих и питательных удобрений для цветущих культур. Ей подойдут составы для вересковых, гортензий, азалий и рододендронов. Имейте в виду, что в садах средней полосы, особенно с малоснежными зимами, молодые растения в первые несколько лет придется на зиму мульчировать торфом или сухими листьями. Высаженные саженцы с конца осени лучше укрывать. Стоит также отметить, что все разновидности кальмии ядовитые. Хотя вряд ли людям и животным захочется употреблять ее в пищу. Зато садовым грызунам и прочим вредителям кальмия мало интересна. Ее обходят стороной даже слизни. Это растение также устойчивое к болезням. По окончанию цветения на кустах завязываются семенные коробочки. К осени они созревают и раскрываются, разбрасывая свои семена. При хороших условиях кальмия может дать свой самосев. Ее также можно размножить летним черенкованием. Из многочисленных красивых сортов особым спросом пользуется кальмия с белорозовыми соцветиями эльф, которая выносит морозы до минус 30 градусов и имеет компактную крону не более 80 сантиметров. Садоводам северных регионов подойдет выносливый сорт кипсейк. Его можно выращивать даже в Сибири и на Урале, так как он выдерживает понижение температуры до минус 35 градусов. Также морозоустойчивыми считаются яркие сорта Дженс Дэлайт, Бекон и другие. Преимущества кальмии не только в роскошном цветении. Ее кусты можно высаживать на тенистых участках, желательно безветренной и с плодородной кислой почвой. В посадочную яму добавляют дренаж, верховой торф и перепревший компост. Учтите, что корни кальмии не терпятся стоя воды. Саженцы лучше замульчировать хвоей или корой. Рыхлить глубокую почву вокруг кустов нельзя, так как корневая система кальмии находится близко к поверхности грунта. При посадке кустов в тенистых местах их вам даже не потребуется часто поливать, а вот на хорошо освещенных солнцем участках со своевременным поливом придется следить. Вода должна быть мягкой, не звездковой, иначе на листве может проявляться хлороз. Под кормки вносят весной и в июне всего 2-3 раза. Осенью под кустами можно разбросать гранулы универсальных удобрений для декоративных растений. Кальмия также составит удачную компанию гортензия, которые также как и она предпочитают небольшое притенение и питательный кислый грунт. Ее цветущая вечно зеленая крона также будет красиво смотреться с бакульником, папоротниками и хвойными. Можно подобрать разные покраски сорта и высадить их вдоль садовой дорожки. Надеюсь, что приобрев кальмию, вы нисколько не пожалеете. Такое красивое и редкое растение станет изюминкой вашей коллекции и легко украсит территорию вашего сада. Как всегда, я хочу попросить зрителей поделиться своим мнением об этом растении. Какие еще редкие и красиво цветущие кустарники вы можете посоветовать? Отдельное спасибо всем за ваши добрые советы, лайки и комментарии. Не забывайте также подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе и не пропускать выход новых роликов. А если это видео было вам интересным, не забудьте, пожалуйста, поставить свой лайк и до новых встреч на нашем канале Добрый Сад! Добрый Сад! Добрый Сад! Добрый Сад! Сад! Добрый Сад! Добрый Сад! Субтитры создавал DimaTorzok